Залог уютного и удобного интерьера не сами вещи, а скорее умение их правильно организовать. Об этом я не раз рассказывала здесь, на своем канале, и вот теперь такую же мысль прочла в книге Ремоделиста. Кстати, чтобы организовать пространство по этой книге, кое-какие вещи все-таки понадобятся, но об этом чуть позже. А сейчас я расскажу вам о простых и стильных идеях для хранения и уюта, которые уже реализовала у себя дома. Всем привет, меня зовут Саша. Это так просто и удобно, что я негодую, почему в собаке додумалась до этого раньше. Хранить и использовать мыло на веревке гораздо удобнее любых мыльниц, и понадобится для этого всего лишь джутовая веревка. Отверстие я проделала с помощью маленькой отвертки, но если у вас есть шило, думаю будет удобнее. Особенно такой способ прижился на даче. А вы попробуете его сегодня? Оказывается, хранить аксессуары для питомцев тоже можно красиво. К примеру, в свободной нише можно разместить собачьи миски. Корм можно пересыпать в железную банку для муки, а можно, как у меня, в симпатичную банку для пищевых отходов, не пропускающую запах. Вместо ярких кошачьих мисок можно использовать стеклянные пиалы, сгруппированные на подносе. Также предлагаю разместить их на нескользящем коврике для посуды, который в случае чего удобно постирать и снова постелить. В прошлом видео я рассказывала о деконтировании круп и сыпучих продуктов. В книге Ремоделиста этому тоже уделено много внимания. Если вы до сих пор храните все это в пестрых упаковках, то можно присмотреться к емкостям более нейтральных оттенков. При создании в доме уюта по книге Ремоделиста вы можете столкнуться с тем, что некоторые интересные вещицы для интерьера трудно найти в обычных магазинах. Я чаще всего ищу их в интернете, например, на сайте Вестфинг. К примеру, эту стеклянную емкость для масла я заказывала именно там. Еще вы меня часто спрашиваете об этом милом пуфике, где же я его взяла. Так вот, это все тоже Вестфинг. А эта стильная полка, идеально подходящая к моей кухне, пришла ко мне совсем недавно. И я подобрала вот такую композицию для нее. Но также думаю, возможно, сюда стоит перенести хранение сыпучих продуктов. Как вы думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Также я нахожусь в поисках удобной подставки для посуды. И поэтому решила попробовать вот такую. Она очень стильная, не скользит на поверхности. Однако тарелки с большим диаметром в ней будет хранить гораздо удобнее, чем мои маленькие. А еще я покажу вам свою долгожданную люстру для кухни. Люстра пришла тщательно упакованной. Когда мы ее повесили, я обнаружила приятный бонус. То, что направление всех плафонов можно менять и таким образом регулировать и играть с освещением в комнате. С люстрой кухня я преобразилась. Что вдвойне приятно, что после регистрации в Эствинг в личный кабинет приходит купон на 2500 рублей на первую покупку. Ссылку для регистрации в Эствинг я оставлю в описании под этим видео. Возможно вы не обращали внимания, но почти у всех нас есть наборы всегда нужных вещей. Набор инструментов, швейных принадлежностей, аптечка и тому подобное. Ремоделист утверждает, что имеет смысл создать как можно больше наборов для всего, что мы делаем регулярно. У меня, например, есть набор для работы над новым роликом, набор с зарядными устройствами и набор для уборки. А какие наборы есть у вас? Кстати, следующая идея из книги, которую я реализовала, тоже можно назвать набором. И это набор для путешественника. Проверьте, не пустуют ли ваши чемоданы и рюкзаки для путешествий. Ведь очень удобно собрать в одном месте зубную щетку и прочие туалетные принадлежности. Вещи, облегчающие перелет. Электрические адаптеры для других стран, ваши загранпаспорта и валюту, оставшуюся с прошлых поездок. Фрукты тоже можно хранить красиво. Так же, как и запасы туалетной бумаги. Для упорядоченного хранения группы предметов, Ремоделиста предлагает использовать подносы. И это мой любимый прием. Как использовать подносы в организации пространства, я периодически рассказываю в своих роликах. И чтобы в следующий раз не пропустить эти идеи, нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Ну и подпишитесь, конечно, если вы до сих пор этого не сделали. Кстати, вы знаете, для чего еще можно использовать подставки для посуды? Оказывается, они удобны для хранения сумочек. Поэтому, если вы любительница небольших сумочек и клатчей, попробуйте этот способ. О нем я рассказывала вот в этом видео с идеями для порядка в вашем шкафу. Его и предлагаю сейчас посмотреть. До новой встречи! Ваша Саша! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...